Рыбалка ценой в жизнь. Несмотря на то, что навигационный период в Тверской области уже фактически завершен, ситуация на воде неспокойная. И дело не в бушующей воде, а в рыбаках, которые, рискуя жизнью, отправляются за уловом. В чем опасность сезонного рыболовства, рассказали спасатели об этом прямо сейчас. Ушли на рыбалку и пропали. 29 октября ЧП произошло в Осташкове на озеле Селигер. Двое мужчин уехали на рыбалку на моторной лодке и не вернулись. Поиски до сих пор продолжаются. Пока найдено лишь судно, на котором, собственно, и рыбачили мужчины. Большие водные объекты, такие как Селигер, Московское море и Весегонское водохранилище, по-прежнему пользуются спросом у рыбаков. Они еще не встали, но температура воды всего на всего 3-5 градусов. Поэтому длительное пребывание в воде может сыграть злую шутку и обернуться смертельным исходом для любителей порыбачить. Но многие рыбаки надеются на авось, думая, что случится ЧП может с кем угодно, но не с ними. Именно поэтому спасатели напоминают о мерах безопасности при нахождении на воде. Увы, но ими часто пренебрегают даже опытные рыбаки. Иметь на борту все спасательные средства, обязательно иметь на борту сигнальные средства. Перед выходом на воду проверить оборудование, оснащение и исправность систем механизмов, в том числе отчерпывающих, если это моторное судно, соответственно, моторы и топливные системы. Потому что если вдруг что-то случится и человек окажется за бортом, то буквально несколько минут отводится для того, чтобы можно было его, допустим, спасти. Если человек будет жалеть, он будет несколько часов находиться в воде, так или иначе его спасательная служба обнаружит и окажет ему помощь. Если человек будет без жилета, у него просто сил не хватит, они имеют руки, он не сможет держаться за ту же лодку, которая перевернулась. Важно также не выходить на воду в условиях ограниченной видимости, дождя, снегопада и особенно в темное время суток. Потому что поиски судов, которые терпят бедствия, в таких условиях крайне осложнены. Мониторинг ситуации на водных объектах Тверской области по-прежнему продолжается. Патрулирование выполняется по заранее разработанному графику. Получается 2-3 патрулирования в неделю. А впереди у спасателей еще более непростое сезонное время – становление зимних дорог. Поэтому сотрудники ГИМС предостерегают горожан и об этом. Главная причина трагедии – в пренебрежении людьми правилами безопасности. Люди, не думая о последствиях, на снегоходах, автомобилях выезжают на неокрепший лед, тем самым обрекая себя на верную гибель.